Компания «Транспорт Верхневолжья» перевезла по данным на конец уходящего года более 100 миллионов пассажиров. Количество пассажиров стало больше, в том числе за счет того, что синие автобусы начали работать в ряде муниципалитетов в Старицком, Ржевском, Кимрском и Зубцовском. А с марта этого года новая транспортная модель была внедрена в Канаковской агломерации. А это в общем более 600 автобусов и 220 маршрутов. Напомним, что в Твери новая транспортная модель пассажирских перевозок была внедрена в феврале 2022 года. За все время работы услугами общественного транспорта воспользовались более 215 миллионов жителей. Эти три года система совершенствовалась, корректировались маршруты, заработала приложение «Волга», а также новые современные способы оплаты проезда. Это и валидаторы, QR-коды. В этом году появился еще один. Через блютуз, когда достаточно одного касания, плата за проезд списывается. Такие нововведения направлены на то, чтобы дисциплинировать пассажиров, уменьшить количество безбилетников. Их теперь привлекают к административной ответственности. Ужесточились санкции. Штраф в зоне уплату – 2500 рублей. В случае неуплаты в 60-дневный срок материалы передаются и в службу судебных приставов. В отношении неоплательщика по статье 20.25 возобуждается дело. Но данная статья также предусматривает еще и арест. Злостные наши зайцы, они могут попасть не только на административный штраф, но и на административный арест. Здесь необходимо отметить, что решение по данному вопросу принимает мировой судья. Выписывают постановление об административном правонарушении сотрудники ГКУ, организатор перевозок Тверской области. Их представители имеют при себе служебное удостоверение и одеты в униформу. С 15 ноября инспекторы в рамках рейдов уже оштрафовали более 650 зайцев.